Дворовые Олимпийские игры Юрий Леонов, доброе утро! Доброе утро! Что за Олимпийские игры во дворе? Что это такое? Что за проект? Мы решили реализовать этот проект для того, чтобы собрать ребят, отвлечь их от компьютеров, от мониторов, чтобы они посмотрели, что такое спорт. Мы на этот проект будем приглашать Олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чтобы они рассказывали о том, как они пришли в спорт, проводили зарядки. Ну и самое главное, это самое соревнование. У нас есть, вот видите, лазерная винтовка, это у нас будет лазерный биатлон, это препятствия, да, нужно будет выстрелить после нагрузки. Есть определенные установки, в которые нужно попасть, и в которые загорается винтовка с акустическим эффектом. Это такой прицел особенный? Не стреляйте в операторов, они нам еще пригодятся. Тестирование завершено успешно. Вот видите, тут... Даже так, Юй. Ой, мамочки! Да, имитация выстрела, и будут формироваться команды, мы будем проводить это во дворах, и уже в конце лета будет финал, где все победители встретятся на финальных станках. Чтобы сейчас проводить тренировки, все-таки, если вдруг команды во дворах соберутся, что за состязание? Вот я понял, что там какая-то стрельба, препятствия. Какие олимпийские виды спорта будут принимать участие? Олимпийские виды спорта? Нет, это определенная мотивация для занятий спортом, да. Это очень интересно для наших ребятишек, это от 11 до 14 лет будут принимать участие. Самое главное, что я думаю, что это подтолкнет к занятию спортом. Вот как я был маленьким, и у меня дедушка работал в Кирии, я ходил стрелять. Тут тоже может что-то... Сложится у кого-то. Давайте по регламенту к вам как главному судье вопрос. Сколько человек должно быть в команде, каким образом она должна быть сформирована, возраст? Может ли быть судья, не судья, тренер, тренер у команды? И с пап. Конечно, может быть тренер у пап, но команды у нас эстафетные, то есть 4 человека участвуют в команде. Но для того, чтобы сформировать эти команды, мы сначала проводим так называемый, у профессионалов называется пролог. Мы не профессионалы, а отбор. Отбор сначала в команды эстафетные, и лучшие ребята, которые займут там лучшие места, будут формироваться команды эстафетные, это 4 человека. И потом уже 3 команды будут участвовать уже в розыгрыше. А тогда давайте вот эту технологию обсудим. Что нужно делать вот сейчас тем ребятам, вот нас с утра сейчас, перед тем, как во двор пойти гулять, они смотрят, ну или мамы их, или папы, пока они уж не на работу. То есть как этот процесс должен происходить? Сначала собирается команда, сколько это человек, не знаю, разрешение от родителей, а потом где-то зарегистрироваться. То есть вот что должно происходить? Разрешение особого не нужно, это все безопасно. Можно связаться с телефоном моей приемной, 354-74-27. Желательно родителям этой команды, ну, есть там, связаться с управляющей компанией, это было бы хорошо, чтобы разрешение получить там же. Во дворе, чтобы заниматься. Подсоединиться и к 220 электричеству, ну, что у нас там есть и музыкальное сопровождение будет, ну, и разрешение получить от управляющей компании. Это все равно территория дома, там есть какая-то норма ответственности. Ну, правила свои, да, да, да. Или можно связаться еще и по телефону напрямую с Юрией. С главным судьей. Ну-ка, ну, какой телефон у главного судьи? 8-900-20-099. 8-900-20-099. Очень простой телефон. Если кто-то сейчас не запомнил, потом в наших социальных сетях, пабликах пересмотрите еще раз этот сюжет, и телефон найдет. У меня знаете, какой вопрос? Возрастные ограничения, если родители захотят принимать участие. Для родителей можем сделать тоже такой отдельный турнир, дуэльную стрельбу. Я думаю, что тут лазерному биатлону все возрасты покорны, и родители, мы тоже с удовольствием их примем. Сами Олимпийские, эти дворовые игры будут происходить все лето проходить? Да, все лето. То есть до конца августа, как раз до конца Олимпиады в Рио, да? Не будем смотреть ее, будем смотреть в свои дворы. Ну, это каждую неделю по выходным мы будем проводить, и уже, как я говорил, заключительный финал будет грандиозный, грандиозный, ну, в каком-то таком крупном, может, на крупном стиле. Тогда давайте поговорим об олимпийских спортсменах, которые будут участвовать. Во-первых, кто уже согласился? И что это будет все-таки? Мастер-класс? Или, я не знаю, они тоже как бы с ребятами вместе начнут преодолевать препятствия? Кто-то покажет пример, как нужно делать разминку, кто-то расскажет о том, как он пришел в спорт, да? Я думаю, что нам не откажут и Юрий Прилуков, и Олеся Красномовец, и Иван Олыпов, да? У нас очень много спортсменов высокого класса, кто уже закончили выступать. Может, даже действующий Антон Шипулин, он любит тоже принимать в этом участие. Вот когда мы проводили в одном из районов уже пробную акцию, это Антона, они отпускали часа полтора, он только раздавал автограф. Звезда, звезда, конечно, наша, да. Юрий, скажите, пожалуйста, поедете ли вы в область, или только соревнования городского уровня? Ну, пока мы планируем только в городе проводить, но если будут заявки с областью, то мы тоже все рассматриваем. Мы открыты для всех, пожалуйста, будем участвовать. И еще, я являюсь тренером по биатлону, и очень бы хотел воспользоваться случаем и попросить, чтобы, может, кто-то хочет заниматься, но секция бесплатная есть. Секция бесплатная по биатлону как раз. То есть стрелять из вот такой вот винтовки? Ну нет, там уже традициональные винтовки, но это тоже тренировочный вариант. А можно я возьму, подержать? Я же ни разу в жизни видел. Детская юношеская школа Верх-Иседского района. Юля, осторожнее, Юля, осторожнее. Нет, нет, я просто подойдем, да, да, вот. Можно понажимать, Юля. Прям, и она вот, вот это вот. Да, да, да. Детская юношеская школа Верх-Иседского района. Ой, пятая. А это запасные. Дополнительный баллон. А, то есть она прям выдает в настоящем биатлоне ровно пять штук. И потом три дополнительных. Ой, слушайте, чувствуешь? От оператора аккуратнее. Я в мимо него цели. Она в телезрителе. Слушайте, ну как круто. То есть в секции вот детям прям рассказывают, как целиться, куда стрелять, как попадать. А с какого возраста, Юрий, все-таки можно заниматься биатлоном в вашей детской юношеской школе? С биатлоном именно с оружием. С 14 лет уже можно заниматься. А записываться? А записываться можно уже с 11 лет. То есть нужно подготовку вести физическую вообще. Потом уже начинать работу с оружием. Хорошо смотритесь. Спасибо большое. Да, я поздавала нормы ГТО не так давно. Скажу вам, что очень занимательная штукенция. И сразу, понимаете, выявляет, кто занимается, а кто нет. Нет. Друзья мои, все в олимпийские дворовые состязания. Регистрируемся, пересматриваем наш сюжет потом в социальных сетях, ищем контакты. Спасибо огромное нашим гостям за то, что пришли сегодня к нам. Далее в нашей программе события. Не переключайтесь. Продолжение следует...